Друзья, всем привет! Мы тут собрались поговорить об одном вопросе. Ваня вот даже не знает. Я вообще не в курсе. Она еще вчера сказала, надо снять видео скандальное, я давай тебя позову. По какому поводу банкет? А банкет навеян одним из наших предыдущих видео. Если вы не видели, можете вот по ссылке, там наверху будет ссылка, можете посмотреть его. Называется оно «Больше бытовухи». И оно о целесообразности ведения, оно навеяно комментариями, собственно, к этому видео. О целесообразности ведения, продолжения ведения канала. Да, правильно я сказала? Язык заплелся. Вот, значит, зрело-зрело у меня в голове, зрело-зрело все это. И вот, наконец-то, дозрело я готова, в общем, поделиться, в первую очередь, вот с Ваней, наверное. Ну, давай. Ну, давай. В общем, я не понимаю, зачем нам канал? Ваня снимается исключительно из-под палки. То есть у нас скандалы. Сниматься его заставляется, ну, крайне проблематично, скажем так. Я, на самом деле, каждый раз, когда что-то делаю, понимаю, вот было бы прикольно снять, но понимаю, что это надо найти, пойти, где камера стоит. Еще что-то сегодня я вот провода делал для стабилизатора. Обжимки нету, поэтому просто ставил клемму, заливал, наливал. Не надо уводить мне тему о том, что ты там делал. Короче, я тупо не нахожу время на то, чтобы пойти поставить камеру, а потом это, тем более, смонтировать еще. А когда я говорю, давай поснимаемся, он начинает беситься, значит, что у него нет времени, что я его отвлекаю, что ему надо то доделать. В общем, короче, это прям вот редко, когда он в благодушном, хорошем настроении, вот как сейчас, например. И то она меня сейчас оторвала. Идет и снимается. При этом... Но она заявку вчера подала на съемки, поэтому, ну, приходится отрабатывать. Вот при всем при этом, значит, что я несу, в общем-то, какие-то моральные проблемы, я трачу свое время. Ну, то есть, это мое хобби. Вообще, это мой канал изначально, да, кто не в курсе. Значит, я трачу на это время, я все это выкладываю. При этом, значит, Ваню узнают на улицах. Да, Ваню узнают на улицах. Ване предлагают всякие плюшки. Ваню зовут в телевизор. У Вани там, в общем, все радости, прелести, которые нам дают канал, они, в общем-то, принадлежат Ване. Тихо. Не забываем, кто давно с нами. Знает, что бюджет у нас раздельный. И при всем при этом, я еще за рекламу половину ему отдаю. А кто не в курсе, вот еще вам ссылку одну, посмотрите. Видео, откуда деньги на стройку. Вот, да. Вот что ты, Вань, можешь сказать? Я вот думаю, и нафига мне вот это вот все нужно? Вот эти вот скандалы, вот эти истерики. Мне вообще никаких плюсов, еще и деньгами делиться. Вот нафига мне это? Ну, не было б меня, не было б канала. Звезда-то хреновая, корону поправь свою. Надо побриться, да. Ну, что сказать, я даже не знаю, что сказать. Ну, что, закрываем тогда? Это все, что ли? Офигенно скандальное видео у нас вышло. Вот так вот он снимается. Что ты скажешь-то? Все, да, хорошо. Ну, я не знаю, у меня особо как-то стимула нет. Я не... Вот все эти плюшки, они не осознаются. Да, они не... А мне знаешь, как осознаются, когда они мимо меня все пролетают? Я прям очень это осознаю. Ну, что пролетело последнее? Ну, давай не будем об этом говорить. Ну, ладно. Что пролетело последнее? Ты же сам не хочешь об этом говорить. Это из последнего. Что пролетело мимо. Я прям задумался даже. А мне уже, я прям плачу уже почти. А что ты рыдаешь? Я просто на эмоциях, понимаешь? Не знаю, наверное, надо, может быть... Что-то делать. Ну, из-под палки сниматься не круто, а... Когда... Я тебя, извини, перебью, как только у тебя поперло. У нас есть один ролик, снятый из-под палки, потому что надо было. Он такой унылый, это какой-то трэш. Это про деревянную ипотеку. Кстати, ссылка сверху, можете посмотреть. Про деревянную ипотеку. Это такое унылое. Пи-и-и-и. Сразу. Сразу запикаю. Я это ссорю. Ну. Ну, я говорю, у меня стимула нету. Я никаких плюшек не осознаю. Ну, то, что там на улице узнают. Да и бог с ним, я без этого жил. Да нет, это не то, к чему я стремлюсь. Чтобы меня на улицах узнавали. Я просто констатирую факты. Что звезда у нас Ваня. Ой. Это звезда, которую просто за уши тянешь. Глазки он тут строит. Это просто скромность моя. Поэтому за уши тянешь. Скромность? Да. Это не про тебя. Как нет? Ну так, надо видео назвать монолог Бешеной Жены. Ну, можно, да. Хабалка. Два. Вышла на тропу войны. Сериал. Мы продолжаем. Да. Говори, короче. Я сказала, что хотела. Я тоже сказал. Ну, что сказать. Я не осознаю этих плюшек. Понимаешь, зарплату не платят. Денег не прилетает. То, что там какие-то где-то что-то приятности. Но они очень... Я, короче, все вот эмоциональные переживания очень быстро как-то их пережил. И все. И тишина, и покой. И для меня все эмоции, которые в комментах пишутся, там, да, там, вы молодцы. Там, то есть, да, приятно почитал. Все, через 15 минут у меня куча дел. Я уже меня отпустило. Я не буду ходить и там неделю радоваться. Как здорово нам такие комменты классные пишут. Так прикольно. Нельзя так говорить. Не буду писать ничего. Ну, ты-то будешь так ходить. Ты почитаешь и будешь мне неделю ходить и пересказывать. А вот помнишь, как нам классно вот это написали, вот это написали. Вот ты сейчас просто меня мешаешь. Спи. Почему? Ну, потому что я так не делаю. Ну, зато ты мне все комменты зачитываешь. А я даже, бывает, забываю... Да не зачитываю я тебе все комменты. Ну, многие, по крайней мере. Некоторые. Блин, что ж ты орешь на меня так? То, что я все комментарии читаю, это не означает, что я хожу, блин, с этой... С телефона, бывает, 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 новые комментарии. А я вообще могу раз в неделю открыть. Могу просто забыть. Я вот даже, я не знаю, дня два, наверное, последний раз открывался. Сейчас посмотрю, там что-нибудь пишут. А я тут вспомнила про еще одну последнюю плюшку, которая тоже мимо пролетела. Какая? Восьмого-девятого поедешь за плюшкой за своей. А, так у тебя машина чистая. Без спойлеров вырежем. Без спойлеров, да. Ну, плюшка, плюшка, плюшка. Не знаю. Да все как-то, как фанера над Парижем. Нам подарки присылают, все строительные для Вани. Пришлите Аллы, Али, что-нибудь для хозяйства. Потом, не надо. Для хозяйства. Ой, а я про Аллы-то не подумал. У тебя есть зато классный пылесос. Семок обещали прислать, а то не прислали. Семок, да. Семки-то ты любишь. Тыквенные. Тыквенные. Запомнили? Вань. Я не продаюсь за тыквенные семечки. Так мы тебя, в общем-то, и не протаем. Мы тебе пытаемся создать стимул, чтобы ты дальше ходила и пиночила меня снимать видосы. Ну и, кстати, живем на эти деньги. Так, если что. На какие? На ютубовские? Да. Да ладно. Что, мы питаемся? Ты сейчас люди послушают и подумают, что мы тут миллионы на ютубе зарабатываем, а мы вот питаемся Роллтоном. Но зато с ютуба купленным. На больше ей не хватает. Сейчас уже второй месяц пошел, что Ваня денег на еды вообще не дает на еду. Ты заметил это? Или это тоже мимо пролетело? Нет, чуть-чуть заметил, да. Чуть-чуть заметил? Перестал получать зарплату, но зато с меня никто не спрашивает. Дай на поесть. Отлично. Ну, так удобно, в принципе, да. Ну, в общем, ребята, я сейчас, наверное, задам очень глупый вопрос, потому что вы уже все ответили, что канал надо оставлять. Что делать в такой ситуации? Когда Ваня звезда и... А продюсер сидит с голой... Пи... Ягодицей. Эти. Никуда это не годится. Ягодица-цепцам. 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 Это чуть выше коленки, которая... Да, сзади. А, понятно. Ягодица-цепцам. Ты тренеру сегодня на тренировку пойдешь, скажи. Не надо подкачать ягодица-цепцам. Ну, вот, на этой радостной ноте... Ваня, ну, хотя бы ты скажи все, что надо говорить в конце видео. Хоть какая-то от тебя польза будет. Строитель. Хрен. Короче, ставьте лайки. Ставьте там, ну, если не нравятся дизлайки. Это тоже можно. Делитесь видео в социальных сетях. Подписывайтесь на канал. И спасибо, что досмотрели до конца. Да. Это ценно. Да. Всем пока. Всем пока.